Так, всем снова привет! Это уже третий. Если считать для меня по порядку третий выиграл. Сегодня у меня голосный звук. Кстати, вот сразу хочу заметить момент, откуда я взял файл. Вдруг кого-то будет с этим проблем. И вы уже аудиофайл берете, заходите в Adobe Premiere и просто такой кусочек выделяете и нажимаете сохранить или никак. Всё, у вас антизвук есть. Да, я хочу заметить, в прошлом видео, как уже писал в описании, я пытался что-нибудь с качеством сделать, в итоге качество не улучшилось, а я просто растянул случайно картинку. Вот, надеюсь, в этот раз у меня получилось улучшить качество видео, и я чуть-чуть настройки микрофона подкорректировал, потому что они были изменены, и как время микрофонами пользоваться, я поставил те, которые были раньше, которые лучше громче микрофона, в которых работают. Надеюсь, сейчас всё будет работать нормально. Здесь мы будем делать звуки, как я уже сказал. Звуки дверей, всяких всего прочего. Ну, я прям всё подряд это записать не буду, но пару звуков мы и сделаем. Ну, я уже лучше не на записи делаю. Так, тут у меня звук подъёмника, по-моему. Да. Ну, вот тут будет громковато, советую вам убавить, хотя я его тут убавлю, в принципе, сейчас. Вот. Всё равно, что-то громко. Пойдёт. Так, давайте сразу сейчас вырежем звук опускания подъёмника. Так, сейчас я создаю папку. Всё, тут звук я выразил, и... создал папку, чтобы не полить рабочий стол. Так, теперь я выразил звук специально, чтобы мы после его сделаем цикличным, как я покажу, как это сделать сейчас. Сейчас с этим звуком, когда подъемник вверх вынимается, и потом сделаем то же самое со звуком, когда подъемник опускается вниз. В общем-то, делается следующим образом. Просто выделяем плюс-минус. Какой-нибудь такой кусок. Можете хоть от середины вырезать. Допустим, где-нибудь вот сюда. Нажимаем вырезать. Курсор ставится сам сюда и в эффектах. Вот. Вставить микширование. Нажимаем окей. Там всё помолчание вставляем. Всё. Хотя иногда это не срабатывает. Иначе-то хреновенько вот располучилось. Ну, в идеале тогда можно проводить вот так. Иначе-то хреновенько вот так. Да, плюс-минус. Вырезать. Вставить микширование. Блин, странно. А еще работало нормально. А, стоп. Что-то не то. Вообще не то. Вставить микширование. Вставить микширование. Соняк. У нас этих музыкальных проблем вообще нечего сделать. сделать потому что бывает просто так же вырезаешь, вставляешь и все, оно сразу тютелька в тютельку дельность подходит никаких проблем может тут что-нибудь сместить они особо не супер мастер вар, а о том, чтобы ну, вадового дешевле в фотошопе так что из уроков разных сам знаю, то есть пользую и 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 Нормально. И давайте перекинем их в зиму. Пока что мне ничего сортировать не буду, а это раскроют потом. Делит ему время. Я сразу закидываю. И у меня есть еще зубы, куча других звуков, которые я делал. Это и звук холодильника, и закрыть и закрыть дверей. Сейчас мы все это возьмем. Так. В принципе. Все эти звуки можно взять, а остальные они для другого проекта, который я так и не видел. Сейчас я хочу звук по-английски, чтобы там была проблема с ключами не возникало. Это тоже звуки. Сейчас оно все импортируется. Так. А это мы импортируем. Звуки. А вот и у меня звуки. Еще звук холодильника. Ну это звук холодильника в паттерную стенку выработки. Я завязываю звук, который включается и включается. звук холодильника. А вот и у меня есть звук. Да, это тоже был из другого проекта. Вот обработанные звуки. А, ну это то, что я использовал как раз таки в монтере. Вот здесь. Там тоже не нужно. В принципе это, потому что все бесконечно. Ладно, будет тогда работать просто тем звуком, который у меня есть. А, нет, я еще кучу других звуков скачал, но их я, как уже сказал, в начале именно на запись лучше там работают, на записьrière. У нас есть звуки на двери машины. Как пока. Вот. Тонбочек себе. Вот здесь все. У меня есть новая запись. У меня есть запись в работе. И на кем? Потом, сама особой покажу, что в итоге получилось. Заводали все ерунки. А вот и у нас сомневаясья холодильника. Так, вот тут холодильник, вот так он вытекает. Уроков по звукам, все звуки, которые у вас часто используют, то есть это все звуки кроме музыки в меню, к примеру, музыки в титрах, вот такие настолько редкие звуки должны быть формата PCM. Все остальные звуки, чавкания, шлепания ногами по полу, гудения, открывания, закрывания, все это адепсия, потому что это, если вкратце, я движку прощу, и игра меньше нагружать, может быть, так сказать, будет систему, если всякие частые звуки вот в таком формате все делаем. Так, закинем сюда вот это. А что пусть на при старте сразу включается, потом будет скриптов, что-то будет работать, настраиваться. Так, здесь мы сделаем. Так. Слишком легенем. Вот, и ломкость. Четыре пока. Вот, оценим. Да, я еще хочу переписать скрипт на дверь. Вот этот. А добавить два звука. В то можно было добавлять два звука. И открытие, и закрытие. А пока что, допустим, повешу один звук. Как я сказал, я это переработаю. И, конечно же, вам покажу. Так. Давайте посмотрим, на что тут еще можно звуки накинуть. Переключатель. О, это для подъема, кстати. Можно как-то в обратную что-то в окно. Ага. Ну да, подойдет за звук, в принципе. Давайте посмотрим. Подконять, настраивать это все надо. Насколько раз подойдет один и тот же звук для холодильника. То есть, может быть и... Нет, ну, конечно, надо. Чем больше звуков всяких, тем лучше, тем разнообразней получится. Это не будет сильно в уши бросаться, так сказать. То, что звуки везде одинаковые и повторяются. Поэтому, если будет просто один звук на закрытие, хотя бы один на закрытие, на открытие-закрытие от двери холодильника, то это уже будет приятнее слушать. Оно более разнообразно. Не будет повторяться постоянно один и тот же звук. Можно, конечно, вообще сделать по два-три звука на открытие и два-три звука на закрытие через массив рандомно. Какой-нибудь звук используется. Постоянно. Но тоже слишком жестко. Так, да. Так, да. Вот то, что сейчас отсюда слышно. Голос издельника вот отсюда. Это я все тоже буду настраивать. Это я буду делать с помощью триггеров. Потом через крипт тоже самое все это буду делать. Вот. Пока что так как есть. Просто если вот это поле, где зацепили в 2D или в 3D, если полностью сдвинуться, сдвинуть ползунок, то очень сильно берет по ушам. Допустим, сейчас я вот так сделаю. Где это? Вот. К примеру. Вот как сейчас слышно это. Когда я одним ухом поворачиваюсь. Вот как если это на единицу сделки. А. Понятно. Звук просто прекратился. Вот. 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 Это очень. Заметно. Как по мне. Она на одно ухо сразу переходит. Не знаю как он это не привык. Так. Сделаем так вот. Ну да. Вот. Один и тот же звук. Не очень. Вообще. Не очень. Да. Поэтому. Сейчас я включу и вижу студию. Обработаю все остальные звуки. На все остальные двери. И потом. На капот. На двери в машину. И потом уже. Включусь. Будем переделывать скрыт. Напосредственно режу в студию. Ну либо я уже переделаю лучше. И включусь уже. Покажу что где и как я переделал. И что в итоге из этого получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так важно что ты думаешь об этом. Трава подружится с огнем. И ёпыхтек мы будем вдвоем не вспоминая. О затратах и запретах. Конопля в руках. И кумарный дрем в облаках. И так я всё сделал. Кроме настройки звуков. Давайте покажу объясню что я сделал. Сразу же решил сделать. Массив звуков. Открытие и закрытие. Урон на мазер. Чтоб потом как-то не возвращаться. В общем тут везде всё одинаково. Я перекопировал это всё в каждую из криптов. Кроме дурзет. Дурзет. Это я уже потом сделаю. И сегодня сидит. И не успел. Потому что это окружает. Можете её видеть с того времени. В общем-то два массива. С аудиоклипами. На открытие и закрытие звуков. Вот этот значок создаёт массив. Добавляю скобочки квадратные. Отсюда и в четёрых всё это здесь уже не нужно. В общем-то на примере одного покажу. Потому что здесь только название. Массива меняется. Массива меняется. О. Ой, ё-моё. Вот этот момент. У него придела он теперь везде. Так. Сейчас всё покажу и расскажу. Так. С первого направления сейчас надо приправить. Ага. Аудиоисорфида. Аудиоисорфида. Ещё раз. У меня нечего не случится. В общем-то. Как в прошлый раз. Если звук воспроизводится. Он стопается. Если он не воспроизводился. То он не стопается. Аааа. И. Посылается. В общем-то. Ааа. Эдиноразовое. Эдиноразовое воспроизведение звука. Происходит на аудиоисорфи. Который мы уже указывали до этого. И в общем-то. Ааа. Вот в этом массиве. Звуков. Рандомайзером. От нуля. От нулевого трека. До. Самого конца. Автоматически. Ну то есть рандомно. Рандомно. Рандомно число выиграется. Каким. Звук. Который под этим числом будет находиться. Он уйдётся. Естественно. За закрытием то же самое. Абсолютно. Просто здесь другой массив. Как я уже сказал. Всё. Максимально. Просто. Так. Я думаю по акции треку. Который был. До этого. Ну так. Нижний зерной. Я думаю буквально. Основную суть игры. Основную идею. Перекинем. Перекинем все эти звуки. Потому что я забыл перекинуть. Так. Сделаем сразу. Всё это делаем. И да. Если кстати. Вот. Опять же. Я про звуки говорю. Андрей. Андрей. Как раз таки. Для тех. Звуков. Для музыки. В титрах. Для музыки. Заставьте. Лучше. Этот метод выбирать. компресс. Замены. Что это значит. То есть. Эти звуки. Когда они не воспроизводятся. Они будут находиться. На жесткой натиске. Они не будут сбивать. Эти противную память. И когда вы. Только когда вы. Допустим. Дойдите до титров. До титров. Или загрузите главное меню. Только тогда. На из памяти. Из жесткого диска. Закрузится противку. Когда вы. Перестанете. Слушать этот трек. Загрузить его. Непосредственно. Угру. Либо досмотрите титры. Ну снова. Выгрузите за противки. Вот. А такие. Беспоянные звуки. Угрузку лучше хранить. Сразу. Или компресс. Угружать. Чтобы сразу. Все это. Угружать. Потому что. Будет. Лучше. Системе. Так. И проще. Кстати. Да. Вот. Что я вспомнил. Я. Скачивал. Текстурки. Текстурку. Текстурку. Стекла. И для упорот. С. Браузера. С. Браузера. Большой. Буклы. Так. Надеюсь. Все. делают обычный куб. Стандартный. Сплюснутый. Растянутый. И обычным материалом. Так. Так. Материал. Возменим на стекло. Вот. Другое дело. Вот что было. И вот что стало. Оп. Оп. То есть стекло уже похоже на стекло больше. Топчик. А разводы там все дела. Можно даже тут повысить. То есть. А вот. Чисто материал если. И тут уже настраиваем прозрачность просто. Допустим. Пусть 70 будет. Потом подкорректируем еще. Вот сделаем. 50. Пойдем. скидку. Отлично. Аааа. Блин. Еще кое-что вспомнило. Так. Вот сейчас импортируется. Я забыл. Скачал дверь. Какую другую. Сотни триллионов. По-моему всего. Хотел сказать. Сотни триллионов. В раз. Смене полигонами. Там всего пару сотен триллионов. По-моему или тысячи. Я точно не помню. Так. Load. Ну в общем-то. Входную дверь. Вместо вот этой. Потому что у меня буквально. 3000 полигонов. 3600 да. А в этой двери у нас. 156 полигонов. Намного лучше будет. будут более оптимизированы, не будут так разжирать ресурсию. Вот и даже пиво нормально. Сейчас я подгонять, конечно, не буду настраивать поворот. Пока что будет слегка есть, потому что смысл должен тратить на это сейчас время. Так чисто давайте сейчас текстурку накидим. Скажем, что еще 24 будет. Опа. Включим альфа-канал. Почему-то это не помогло. Мультипалки. А, тут два материала. Вот так, ладно. В принципе, можно лава не кинуть. Так, нормально. Также мы фиксим и так лежим. Так, ладно, не мерь. Пока что пусть такие другие. Все оставим. В принципе, топчик. Смотрите, топчик. Так. Пока что я его выключил. Так. Малодичка закончилась. Все. Контр. Острожали. И давайте я хотя бы на капот проверяю звуки. И мы все это дело протестим. Скор 2 массива. Один-другой. Звук. Умм. 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 Звук подписанную. Я транспитом писал. Дикапот. Вот. Звук открытия. Дикапот. Клоуз. Умм. Так, ага. И давайте еще на дверь накинем. Самый главный момент, вот в чем заключается, если вы будете делать массив звуков, вам, во-первых, нужно, в общем-то, все, абсолютно все звуки должны быть плюс-минус одинаковые в протяженности, то есть продолжительность точнее. То есть вы сначала настраиваете, с какой скоростью у вас будет открываться-закрываться, потом погоняйте звуки под это или это под звуки, и потом все остальные звуки у вас должны быть примерно такой же протяженностью, чтобы это не было так, что у вас анимация почти закончилась, дверь почти закрылась, почти угол боевериков почти надурален, а звук все еще воспроизводится или уже закончился, чтобы такое же мнение было. Можно вот за этим следить. Так. Давайте, например, еще нахладим, накину. На все уши кидать не буду, но тратить время на это. Так. В принципе, у нас одинаковые звуки. На бороде, на камере и на... Обычные дверцы. Давайте звук холодильника. А просто закрытие на береге и открытие, понятно. Так. Сюда это накидываем. Открытие. Опять помнилось, наверное, ладно, давайте запустим протест. Да. Холодильник у нас уже работает. Я его слышно. Да, сейчас следующее чуть-чуть, через пару минут буквально. Покажу все-таки вам, что вот. Круто все зависло. Что вот в том сарае. Что были. Основные идеи, так сказать, игры. Это интересно. Почему-то звук не распроизвелся. Возможно, как-то медленнее, чем предыдущий фидус, оговорил. И мне более вяло. Может быть поздно. Я стараюсь. Так. А-а-а. Да-да-да. Я простыкал момент. Вот это непонятно, чем прикол. Капот. Почему звука нет? А-а-а. А-а-а. Звук. Бл, точнее. Очень чуть странно. У меня теперь положение, что звуки очень тихие. Что-то очень странно. И поэтому я не слышу. Надо проверить этот вариант. Ну, скажем, на максимум балкостью, почему-то не понимаю приколы. Сейчас я так говорю. Какие-то свои звуки воспроизводятся через дверей. А-а-а-а. Что за хрень? Происходит. Почему этот звук постоянно воспроизводится? Что за чушь? Ну, в принципе, я понимаю, в чем прикол. Да, я понял, в чем смысл. Не катит здесь этот код. Потому что тут когда двери открываются. Я добавлю в булевую переменную. Потому что я хочу оставить массив. Я не могу, чтобы все единицы будет аудио. А-а-а. А-а-а. Вот так, если Audio True, то звук воспроизводитель появится или в любом случае потом в конце эта переменная становится false. И если audio false то если код этот заполняется или закрывается, то оно воспроизводится и в конце audio становится обратно в True и как у нас изначально двери будут закрыты, то перемену надо сделать turn roll это косячно, очень костыльно и потом мы уберем эту переменную выливую, потому что когда я буду выносить это в отдельный void я возможно ненавидел уже к следующему видосу это сделаю в отдельный void это вынесу и все любое выходим можно будет убрать но сейчас пока пусть будет так так то есть даже проекция не пойдет я все это исправлю скрип применяется хрустями пальцами да громко да громко будут накопать по-моему roll empty а нет ничего не будет ну тогда ладно а это горизонтальная дверь вот вот сюда я эту корень не применю вывез так 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 это закидываем и в принципе прямо вот так можно скопировать чтобы не париться не тратить лишнее время хоп и вот это хоп все 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 применяется я стартую сразу так все применилось опустилось оп капот открылся вот капот закрылся но тут надо скорость устраивать ладно сейчас сходим сначала еще к холодильнику кстати зеркала вот зеркала стекла точнее какие зеркала стекла да сейчас скучу с ним сделаем чтобы не было так мально ну вот в принципе холодильник да это тоже надо настраивать ну то бишь надо свернуться я зря так свернул можно было по-другому это сделать просто на полосу и потом снять полосу и ладно там и туда на жесть сколько прибонов вот 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 так любая дверька 1 дверька происходит сделать как-то например 1 а нет ее набор надо увеличивать чем так 4 5 и 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 все опять зависла так либо хардом 8 Да, тут тоже восемь. Сойдет. И с капотом тоже сейчас что-нибудь придумаем. Да, эту дверь я еще не переделал, скрипт. Так, пикап у нас вот капот, допустим сделаем, тоже восемь. Так. 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 Должны право воспроизводить. А, я на него не накинул, ничего. Ладно, давайте сейчас накину. Чтобы вести эти значения и вернусь. Так, я вернулся, но еще, в принципе, там настроил. Вот что еще хочу сделать. Максимально по простенькому все это сделаем. Так. Вот так. Что тут можно было по удобному проходить. Тоже стянем отсюда. Во время тестов, конечно, механики всяких касательно тачки я выключу. Буду выключать. Эту стенку. Ну, непосредственно, в первой версии, по-моему, игры, будет от актива рота. Тоже будут непосредственно ворота, которые можно будет кругать. А пока это куб. Вот с этой текстуркой. Так. Берем и просто делаем вот так. То есть, не вот так вот, вот прораскачу, а вот плюс минус это двоечка и троечка. То есть, что там не было такого. Вот такое вот это задница и такого было. Плюс-минус где-то вот так вот. Сделаем металлик, троечка. Сделаем металлик, троечка. Три-класс. Три-класс. Так как это металл, спекуляр побольше чуть-чуть. И это не все, я сейчас сделаю Ctrl D, а это у нас пересеклаешь чтобы сделать дупликат Normal Map, и здесь мы имеем такое значение. Сейчас светит уже неплохо, какие-никакие ворота есть. Так, так, все, теперь сейчас я хочу сделаю и зайдем протестировать дверь и зайдем в то помещение, которое находится сбоку. Сначала зайдем в то помещение, а потом поднимем в то помещение. Так, я сейчас уже буду стартовать, но я выключил там радио, вот тут. Может там не играет один трек, пока я чисто фанова добавил, просто там со авторскими правами. Я сейчас буквально на 10 секунды включу и выключу, потому что, насколько я помню, в ютубе можно фрагмент коммерческого какого-то, ну что-то коммерческое, что-то было сделано, чтобы продаваться. Допустим, аудио или фильм, музыка какая-то, фрагмент 10 секунд не может использовать, поэтому я постараюсь за эти рамки не выйти. Вот, такой трек там играет. Ёмае, я случайно на Z100 нажал. Ну, в общем-то, да, стартану сейчас сцену и подруглюсь. Пару секунд сэкономит, но зато... Потому что по часу слишком жёстко, конечно. Хотел сказать, по часу слишком жёстко, но... В случае, то, что я записываю... Ну, в общем-то, вот, да. Вот у нас растёт всякое разное... А! У них воды полетели, ну да, я материалы тоже там экспериментировал с ними. Растёт у нас продукция очень интересная. Вот всё по качественной наработке. Я всё это буду делать более аккуратно. Да, модельки хреновенькие, они очень много полигонов. Добавляют очень много. Думаю, будет что расти сегодня или нет. Вот тут, в общем-то, это радиус стояло с музыкой. Во! В общем, я думаю, вы поняли основной вертой. На законку игры, что нужно будет делать. Вот, я подкорректировал там же значение, уже теперь сразу на приставке. А, тут всё это опять зависло, а тут всё это дело запечь. И найти источник причины, почему проседает жестко всё зависать, когда я захожу на кухню. Это ещё бачей тоже нехорошо. Так, вот они наши ворота. Считывая, что это обычно куплю этих сока смотрится неплохо. Так, капот. Нормально. Поднимаем машину. Иначе не пройду. Оп. Найс. Вот это я и хотел подкорректировать. Так. Делаем дверь. Вот она. Поставим 4. Ой. Не та дверь. 100. Вот она, да. Скрывалась ещё быстрее. Попробую 8, как на холодильнике. Может 7. Звук открывания. Поздно срабатывает. Вот закрывается. Вообще супер. Я попробую. обрежу водоположение. Уже завтра вот этот пустой кусок. И оно будет через как-то всё поводать. В принципе неплохо. Так, сразу тоже здесь поставлю. Тут и тут. А, стоп. Уже разные скрипты надо. Тут 8, тут 8. Опа. Всё, отлично. Ну и сейчас я ещё хочу добавить стамину и приседание на персонажа. Покажу, что именно я допишу в код. Покажу, как оно будет функционировать. И потом на этом мы уже, пожалуй, разойдёмся на сегодня. Так, я подрепился обратно. Я вернулся. Я всё, что смог. Я очень по простому взял пока приседание. Уже ступняк. Я уже просто не понимаю, что записать. Выпусти. Уже прошёл второй час. Уже пустя ночи. Но я реально не понимаю, что я разные способы пытался сместить камеру там. Она смещается на нужную позицию. И возвращается. Но другие косяки появляются. Поэтому я пока на завтра оставлю этот момент. На следующий раз. Может быть, я не завтра этим занимаюсь, потому что у меня другие дела. Помимо этого курсы есть. Помимо проекта. Но тем не менее, я пока на C. При нажатии клавиши C. Коллайдер контроллера становится 1.5. Если я отпускаю, то он снова становится 2.5. Вот. В целом, приседания происходят. Если говорить конкретно о том, чтобы персонаж стал немножко меньше и меньше. Единственное, только камера остаётся в своём месте. И если объект будет очень близко к камере, то камера может насквозь пройти. Поэтому её тоже надо опускать. Но тут я плюс-минус сделал стамину. Решил. Сначала хотел просто сделать картинку слева. Молнии типа стамина. И слайдер. Но я хочу ещё рассказать, как можно по-другому это сделать. По-интересному. Поэтому слайдер пока не делал. Он написал код. В общем-то, если лагуи слайдера... А, ну так включу. Unity Engine UI. Ну вот. Сделал слайдер стамина. И если значение больше 0. Я его сделаю в float. Поэтому тут поставил. Если значение стамина больше 0. То очень по-дебильному кучу. И фуф. Но пока так. Если клавиш вперёд нажата. И если нажата клавиша в белом или вправом. Но если при этом... Ну да. Так что это заметил. Пока что это затрон. Я пытался просто в одно условие всё сделать. У меня ни хрена не залазит почему-то. Опа. Сейчас нормально всё чувствую. Ещё даже ошибок нет. Чудес какие-то. Вот. Если нажат на клавишу shift. Делаю shift. То скорость присоединения с четырёх. Стандартных становится 0.5. И стамина постепенно добавляется на 0.5. Если же мы опускаем. То стамина скорость становится 4. Стамина в этом месте. И уже за следующий раз. Завтра скажем. Ну по крайней мере в следующем видео. Хотя может быть ненавидим. Я сделаю скрипт. Просто один скрипт. Который будет стамину увеличивать. То есть делать повыше в плюс 0.5 скажем. Ну вот. Пока она не станет ровно. А она из 100. Всё. По корну прошлись. И теперь настроим всё это дело. Где ебай. Картинка создалась на камп не надо. Я не буду на камп, потому что буду использовать. Что происходит. Вот. Учитывая, что сейчас. У меня жестко. Как начался. Сейчас пожарконком можно закупить. Но из свете столько. Ну я постараюсь рассказать как это сделать. Так, в общем-то берем, делаем вместо такого значка, а нет, стоп, из вот этой картинки. Так, вот у меня фокус, значение будет максимально значительно сто. Вот так вот, да. Это у нас значок в основном. Блин. Вот, чего не помню, трава не помню. Нет, это точно не то. Так, секунду, я попытаюсь вспомнить. Все, я нашел, наконец-то. Нашел, разобрался. Это делается через image. Вот. Глинкод сейчас применится. Точно перемену не помню, а перемену осталось только поменять. И строчку, на которую будет воздействоваться. Изначение единственное будет не сто максимальное, а один. Минимальное 0, максимальное 1. Поэтому я там в ходе написал, что теперь учитаться будет 0,01. 0,50. Я не знаю. Короче, нужно создать image. Не знаю, почему здесь нет. А, картинка какая-то появится. Так, с этой именем image в общем-то вот. Завершаем значок. И допустим вот у нас будет задний фон. То есть мы просто делаем картинку. Никак вообще не меняем. Пусть какой-нибудь такой вот цвет. И пока что... Задавим это куда-нибудь влево. Ой, переборщил. Размер. Сделаем 60. Вот так. Сюда это все делаем. Далегаем. Можно повесить. Отлайн. И делаем теперь дупликейт. Дочерний к этому. По центру вот этого объекта. Ничего больше не меняем. Разве что можно размер. А вот лайк точно нужно. Далить и размер. Допустим, 59. 59. Можете вообще 58. 58. 58. Плюс-минус. Нету так. Вот. И теперь перекрашиваем вот это в желтый. Вот прям желтый-желтый. Да. И самая главная фишечка это... Не смешно. Вот. Вот оно. Field. Выбираем вот это. И тут мы уже настраиваем что-то делаем. Т.е. Вот. По сути можно сделать так. Это к тому, как допустим в зафоресте голод в виде желудка. Тут волну желудок и он убывает. Это вот именно таким образом и сделано. Т.е. там просто допустим можно сделать vertical и оно как бы то видите убывает вот так. Прикольно. Топчик. Можно ну кругообразно так 90 градусов на 180. Т.е. и на 360. Т.е. оно по кругу вот так и зарисовывается. Т.е. как угодно можно это сделать. Топчик. Вот. Перемена называется... Field. 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 С pressen. Field. И тут. Field. 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 Даже если сейчас из-за вот этой хихрени не получится бежать, я в целом, самое главное, хотел показать вам, как это тут приколюху настроить, потому что, ну, интуитивно тут не разберешься. Я сам об этом узнал абсолютно случайно, когда в бункере сделал фонарик, я по-прикольному сделал, то есть, да, батарейка сзади красного цвета, спереди зеленого, и она потихоньку так убывает. Я очень случайно, наверное, отыкал все это, и нашел, был очень рад, что я разобрался как-то сделать, в общем, разобрался сам. Так давайте я максимум здесь установить значение. и назову его элемент стамина, чтобы мне проще было найти. так. Все вот так. Сейчас подробно все это делаем и проверим. Я нашел просто сверху ошибку, зачем-то здесь у нас стоял 1, если объем стамина больше 1, что не может быть, в принципе, 5, тогда я смогу бежать. Боссал здесь влево вправо тоже убрал, не проверил, конечно, но из-за этого конфликта тоже убуду, но я все равно убрал. Да. Надо бы значение чуть меньше сделать, потому что оно гико быстро уменьшилось, когда я все это делаю, тестировал так. В следующих видосах можете даже внимание пока не обращать. Проверить бы уже это, но в принципе я уже проверил, оно работает, просто чуть-чуть подкорректировал и пойду спать. Как же меня жаско рубит. Видео оно уже по-жаву. Будем завтра заливать на YouTube. Я иду, я нажимаю «Шить» и нажимаю «Бежим». В целом эффект есть, да. Просто ускорение, оно очень неночизненное. Можно даже поменять шестерку на шестерку. Вот я просто иду, вот я бегаю. Да, давайте мы меняем это значение на шесть. Надо бы просто на шесть. Хотел 6,2 написать надо, пусть просто шесть будет. Так, сейчас оно переберет сам. И мы приближем снова. Просто проверить интересно, как оно будет выглядеть. Ну, не знаю. Плюс, тоже неплохо. А, ну, это еще надо сделать, чтобы оно проверялось только в дальнейшем блогу, к примеру. В общем-то, да. Я думаю, вы поняли, как цена работает. Теперь можно сделать. А, по-моему, лучше. Там все равно включится. Вот что я хотел посмотреть еще. Да. Часто интеллективно мне, честно, казалось. Да. Вот я пеку. Ага. Вот, в общем-то, я пеку. И куда я отпускаю. Вот я сейчас отпустил shift. И персонаж продолжает бежать. Видите, спид шесть. Нет. В принципе, MyCraft он таким же образом работает. Там ты разбегаешься и можешь отпустить клавишу, которая включает бег и просто удержать W и ты будешь бежать. Можно, в принципе, оставить. Таким образом пусть работает. Хотя нет, стамина при этом не стоит тратиться. Да. Не круто. Ну, значит, перепишу уже в следующий раз. Точно не сегодня. Но в целом стамина работает. Это круто. Вот, мы бегаем. Вперед, назад, лево, вправо. Все отлично работает. Ну, это, кстати говоря, механика приседания. Оп. Вот я нажимаю С и я присел. Вот. Но прикол в том, что вот как раз таки я по камеру говорю. Где бы показать. То есть можно пропустить подъем. То есть вот, каламбер сейчас примерно на уровне вот этих вот деталей. Но чуть ниже даже, а камера выше нет. Вот, поэтому она насквозь проходит. Вот и все загвоздка. Поэтому надо еще и опускать камеру во время приседания. Так, все. Сейчас забыл закрывать все это дело. Ну, а на этом я заканчиваю. В целом, я думаю, полезность в том, что я не просто молча делаю проект, а потом беру и снимаю о том, как его публиковать. О том, что я снимаю весь процесс. И вот такие вот вещи рассказываю. Думаю, это будет полезно. Поэтому буду продолжать это снимать. Ну, а сейчас я на этом заканчиваю. Всем большое спасибо за внимание. И всем пока.